26 августа 1770 года в журнале «Труды вольного общества» появилась первая научная статья на тему картофеля, которая называлась «Примечание о картофеле». Ее составил русский агроном Андрей Болотов. Дело в том, что с момента появления картофеля в Россию овощ считался экзотическим продуктом. Его выращивали в небольшом количестве и подавали только к царскому столу. В 1765 году для предотвращения голода был издан указ начать массовые посадки этой культуры. Решение крестьяне не приняли, и по стране даже прокатились картофельные бунты. Но благодаря в том числе стараниям Андрея Болотова, картофель в России все же прижился и стал считаться вторым хлебом. В этот день, в 1952 году, впервые ввели фторирование водопроводной воды. Произошло это в США. Инициатива фторирования воды принадлежала американской алюминиевой корпорации «Алкоа». Ее сотрудники провели ряд экспериментов, в ходе которых было доказано, что фторит помогает бороться с кариесом. Это и стало главным аргументом компании для предложения правительству начать фторирование воды. Спустя несколько лет, когда все документы были подписаны, практику стали применять на территорию всех штатов. Стоит отметить, что фторирование воды используют не во всех странах, так как некоторые ученые считают фторит небезопасным для человека веществом. 26 августа 1910 года родилась мать Тереза – католическая монахиня, которая всю жизнь служила бедным и больным. Ее настоящее имя – Агнес Гонджи Баяджио. В юные годы Агнес полюбила церковную службу и проводила много времени в молитвах. В 1929 году она отправилась в Калькутту миссионеркой. Своё имя, благодаря которому она стала известна на весь мир, мать Тереза получила в 1937 году, после того, как приняла монашество. С тех пор будущая святая до конца жизни занималась тем, что служила Богу и людям. В 69 лет мать Тереза получила Нобелевскую премию мира за дела милосердия и помощь страдающим людям. А в 2016 Ватикан причислил ее к клику святых. День рождения сегодня празднует Земфира. Российская рок-певица родилась в 1976 году. Считается, что именно Земфира положила начало направлению, которое журналисты определили как женский рок. Музыкой будущая певица увлекалась с детства. С пяти лет училась в музыкальной школе. Первый альбом певицы вышел в 1999 году и имел оглушительный успех. За полгода было продано более 700 тысяч экземпляров. Однако бешеная популярность тяготила артистку, и через пару лет она ушла в затянувшийся творческий отпуск. Последний альбом Земфира вышел в 2013 году. Сейчас певица ведет довольно закрытый образ жизни. Редко дает концерты и не общается с прессой. Кстати, в юные годы Земфира, помимо увлечения музыкой, еще неплохо играла в баскетбол. И одно время даже была капитаном юниорской сборной России. До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники войны.